Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня обсудим проект стратегии экономической безопасности России. Мы видим глубокие масштабные процессы, которые происходят в мире. Формируются новые центры мирового экономического роста. С каждым годом возрастает конкуренция за рынки, технологии, капиталы. Экономические ограничения, давления, санкции всё чаще используются в политических целях, и под видом политических целей, часто просто в конкурентной борьбе. Мы должны учитывать эти тенденции, превентивно реагировать на риски и угрозы. При этом наш главный и фундаментальный ответ заключается в том, чтобы наращивать свой собственный экономический потенциал. Надо выйти на темпы экономического роста выше мировых, на рубеже 2019-2020 годов уже. В основе такого роста должны быть глобальные конкурентоспособности наших отраслей экономики и компаний, делового климата, государственного управления, что чрезвычайно важно. Вот на это хотел бы особо обратить внимание. Науки и системы образования. Надо быть гибкими, первыми откликаться на изменения в мировом развитии, участвовать в формировании новых перспективных рынков. Взрывное развитие технологий. По сути, настоящая технологическая революция радикально меняет производственные, финансовые, банковские процессы, сам уклад жизни людей и состояние целых отраслей экономики. Наличие собственных уникальных технологий становится одним из важнейших факторов обеспечения суверенитета страны. Ещё одна тенденция сегодняшних дней – растущий протекционизм. Нужно активнее продвигать интересы отечественных компаний на глобальных рынках, защищать их от недобросовестной конкуренции, использовать возможности региональных интеграционных объединений. Следует создать максимально благоприятные условия для развития несырьевого экспорта, снизить издержки российских экспортеров, оптимизировать налоговый и таможенный контроль, в том числе через внедрение информационных технологий. В целом необходимо продолжать работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, делового климата. Но нужно в конце концов добиться того, чтобы наши крупнейшие компании не уходили в иностранную юрисдикцию. И ругать их часто здесь не за что. Они идут туда, где чувствуют себя большую безопасность и большую отрегулированность всех инструментов, используемых при организации и сопровождении экономической деятельности. И нам нужно добиться такого. Все условия для этого у нас в стране есть. Продолжение следует...